Временно исполняющий обязанности главы региона Василий Голубев. На площади перед главным корпусом Василия Голубева ждали студенты, кто, как невременно исполняющий обязанности губернатора, может оценить вклад университета в развитие региона. Вот где бы я ни бывал, в Ростове, в Ростовской области, практически везде встречаю ваших выпускников. Они занимают и руководящие места, они приходят молодыми инженерами, но каждый из них привносит новую энергию в развитие производства. Василий Юрьевич сам снова стал студентом, только не совсем обычным. Ректор ДГТУ преподнес ему подарок – зачетную книжку и студенческий билет губернатора. Хочу посмотреть, а цинки стоят у меня. В день юбилея ДГТУ прошла презентация нового седьмого корпуса. Здесь уже построен медиакоммуникационный инженеринговый центр, в котором расположится медиапарк «Южный регион ДГТУ». Сегодня мне подарили велосипед, и вдруг те, которые подошли, мне говорят, что сотрудники сказали, что обязательно надо срезать тормоза передние. Я говорю, почему? Потому что у нашего ректора нет тормозов. Поэтому я рискую, иду вперед. Четыре года тому назад, когда доложил губернатору, и когда я получил добро, слово «да», с этого момента я знал, что у меня есть поддержка. После Василий Голубев вместе с ректором отправился на торжественный концерт в Конгресс-холл. Ведущий праздничного вечера – выпускник ДГТУ Сергей Ведерников и неподражаемая Яна Чурикова. Со всей страны и из разных частей света приехали поздравить юбиляра. Теплые слова не терпелось сказать почти всем собравшимся. Так поздравления от друзей, представителей других вузов, политиков, общественных деятелей продолжались два часа. Помимо пожеланий, снова награды. Медаль ордена за заслуги перед Ростовской областью получил Анатолий Рыжкин, заведующий кафедрой инструментального производства ДГТУ. Кроме того, особой благодарностью отмечены Владимир Гапонов, Юрий Бабенков, Валерий Варавка и Сергей Страданченко. 85 лет истории, 85 лет ДГТУ. Эту идею отразили в своем номере ребята из Театра танца «Беспредела», которым руководит Рузана Харахашева. Выступила на сцене и команда КВН «Приоритет ДГТУ». Девчонки подошли к поздравлению с юмором. Главный сюрприз вечера – выступление Аниты Цой. В честь дня рождения ДГТУ она привезла для преподавателей и студентов эксклюзивный альбом, композиции из которого исполняла впервые. Виктория Суворина, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ